При слове «плацкарт» многие из нас вспоминают не самое приятное время в пути в старых вагонах, которые не могут похвастаться особым комфортом или современными удобствами для пассажиров. Совсем другое дело – новые плацкартные вагоны, которые поступили на дальневосточную железную дорогу. Мы впервые получили, наверное, новые вагоны в плацкартном исполнении. И компания РЖД откликнулась на нашу просьбу, что мы получили 30 плацкартных вагонов. Во-первых, это новые комфортабельные вагоны. Они пользуются большим спросом у населения социально, кто живет в малых городах, моногородах, поселках. Потому что плацкартный вагон, он их в два раза дешевле купейного вагона. Плацкартные вагоны от Тверского вагоностроительного завода оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и биотуалетами, которые оборудованы сенсорными кнопками смыва. Также можно заметить, что в таких туалетах отсутствует окно, потому что в нем появился мобильный душ, что для плацкарта в новинку. В вагоне данной модели серии конструкторами применена такая техническая новинка, как душ. Ничего сложного, но очень полезная вещь. Значит, располагается она вот в этом ящике. Здесь имеется леечка, собственно, со шлангом и кран, холодная горячая вода. Особые материалы и теплоизоляция пола и кузова снижают вибрацию поезда. Не обошли стороной и проблему с получением электроэнергии. Теперь зарядить смартфон стало проще. Каждая из мест нового вагона оборудуется персональной розеткой, а каждая полка оснащена разъемами USB. К каждому месту сегодня спроектированы USB-зарядки, которые сегодняшний день очень актуальны, поскольку все зарядки практически уже сегодня USB. Кроме того, розетки для зарядки электроприборов, пользования ноутбуком и еще чем-то тоже для каждого места спроектированы. Безопасность пассажиров обеспечивают двухкамерные стеклопакеты с ударопрочными тонированными стеклами, пожарная сигнализация и система пожаротушения. Помимо этого, полки сделаны из кожзаменителя. Производители уверяют, прослужат они долго, так как износы стойкие. У нас вагонный парк устарел в среднем более 20 лет. И, конечно же, это первое серьезное инвестиционное вливание в дальневосточную железную дорогу. И, конечно же, я просто надеюсь, что и в дальнейшем будет пополняться парк вагонов в новом исполнении. Стоимость проезда в новом плацкартном вагоне не будет отличаться от стоимости поездки в старом. Здесь своеобразная лотерея. Кому повезет, тот в нем и поедет. После процедуры присвоения бортовых номеров вагоны пополнят составы пассажирского поезда номер 99100 сообщением Владивосток, Москва. На сегодняшний день этот маршрут обслуживает 15 пар поездов, в каждом из которых появится по два новых вагона. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.